Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Много есть поводов с вами пообщаться Спортивных И мы в свою очередь и нашим зрителям и слушателям Тоже хотим дать такую возможность Пообщаться с нами Группа ВКонтакте Страна ФМ Задавайте свои вопросы А также в WhatsApp, Viber и SMS Кипишите по номеру 909-928-189-9 Игорь, мы обозначили Следующие темы для разговора Это неудачный старт Спартака Плюс ваша книга Которую вы выпустили Не собираетесь связывать два этих факта Нет, нет, ни в коем роде Если вы сами захотите, то мы можем Мы вообще вяжем все, что угодно Вот, значит, про книгу мы уже рассказывали В эфире выходного дня Даже говорят у нас Где-то книжечка лежит здесь Покажем, да? Мы обязательно покажем, да Итоги трансферного окна также обсудим И товарищеский матч сборной России Об этом поговорим С чего начнем? С книги Давайте с книги Давайте с книги Итак, книга «Как возрождали Спартак» То есть это такая больше историческая справка Я бы не стал так говорить Это книга конкретно о прошлом сезоне О чемпионском сезоне Первом за 16 лет И я лишний раз сейчас, глядя на то, что происходит с красно-белыми Убеждаюсь, что я правильно сделал, что решил написать и выпустить эту книгу Потому что это сейчас так кажется, что все всегда все будут помнить Подетально, поминутно Каждый нюанс вот этого вот долгожданного золота Но это на самом деле совсем не так Пройдут 5-10-15 лет И уже из памяти людской очень многое сотрется И людям захочется восстановить в памяти, как все это было Потому что не факт, что еще 16 лет не придется ждать чемпионства И надеюсь все-таки, что это будет гораздо более короткий отрезок Но кто знает Ну, суть по результатам, возможно Так или иначе, в любом случае Нужно вот это вот Обвеществить было вот эту вот память Потому что очень скоро бы Осталось только что-то самое-самое главное А на самом деле Детали они и стерлись бы Да, стирались бы, да И если так вдуматься, то золото Спартака 2017 года По эмоциональному насыщению Ну, разве что я могу с ним сравнить золото Спартака 96 года При Георгии Ярцеве Когда никто этого не ожидал Когда Романцев ушел в сборную Все опытные футболисты уехали за границу Вот этот вот, как его называли детский сад с пионер-вожатым Горлуковичем Вдруг взял и выиграл чемпионат Еще и в золотом матче у Алании Это просто супер эмоции были у людей И мне кажется, что вот это чемпионство Оно схоже с тем Да, я, кстати говоря Я вот всем вашим коллегам, Игорь Кто к нам приходит По вторникам я сразу говорю Что я очень большой болельщик футбольного клуба «Зенит» Потому что я из Санкт-Петербурга родом Вот, и я прям болею всей душой Но я могу сказать, что для меня, конечно Тоже было радостью чемпионства Спартака Потому что я У меня вокруг меня очень много поклонников этой команды И я видел, как они радовались И это такое счастье было Один Сережа Белоголовцев Который все матчи посещает С которым я очень дружен Насколько этот человек был счастлив Да боже мой, я был очень рад То есть это твои сокомандники И не простят Да почему же Я был счастлив на самом деле Эту книгу на прошлой неделе Вручить директору Спартаковского музея Алексею Матвееву Она там уже выставлена Вместе с другой моей книгой Спартаковские исповеди Потому что на самом-то деле Я и начал эту книгу С музея То есть в принципе Это все Книга с книгой Это фактически дневник Скоро продолжим У нас в гостях Обозреватель Спортэкспресс Игорь Робинер Друзья, пока Музыка, оставайтесь с нами Здорово, великолепно Что есть прекрасный частный Телерадиоканале Страна ФМ Который полностью Целиком посвящен Спорту Да И у нас в гостях Игорь Робинер Обозреватель Спортэкспресс Разговариваем сейчас Разговаривали в предыдущем выходе О книге Игоря Как возрождали Спартак И конечно же Про Спартак продолжим мы Говорить Но немножечко еще про книгу Мы остановились на самом деле На музее спартаковском С которого у меня Как бы книга и началась Она в принципе составлена В форме дневника В течение всего этого сезона Что я переживал в режиме лайф Потому что Совершенно бессмысленно Задним числом Рассказывать Как я все знал Что значит они будут чемпионами Никто этого не знал А то есть ты как бы Открываешь дату И там ваши впечатления Условно говоря Там 20 Там 3 августа Условно говоря День когда Спартак проиграл Кипрскому АЕК После чего уволили Дмитрия Оленичева И с чего все в общем-то И началось То есть нужно было Именно передать Эмоции Мысли В режиме реального времени То что я думал Именно тогда Потому что Футбол Фантастическая игра То что ты переживаешь Именно Не Когда тебя спрашивают Например Кто лучший футболист Мира всех времен Ну как ты можешь Об этом говорить Если ты никогда не видел Того же самого Пеле В режиме реального времени Нужно смотреть Нужно смотреть Как это все происходит Здесь и сейчас Восхищаться Ужасаться Поражаться И так далее Только тогда Ты сможешь все это Пережив все это дело В живую Своё мнение какое-то Составить вот это Да Составить впечатление И соответственно Поэтому я могу Говорить про Марадон Которого я видел Живьём Я могу говорить Про Сейчас естественно Криштиана Роналду Месси Там до этого Были там Зидан И ряд других Выдающихся Роналду Бразильский И ряд других футболистов Но Я не могу говорить О тех О ком я только читал И смотрел Какое-то видео Но я не видел В режиме реального времени Вот так же И здесь По большому счёту То есть Когда ты Только Передаёшь То что ты чувствовал Сам В конкретный момент Тогда И возникает Ощущение сопричастности Ощущение Что ты сам Переживаешь Этот сезон заново И я Очень радуюсь Когда мне Читатели пишут В Твиттере В Фейсбуке Что Прочитал Книгу Как возрождали Спартак И как будто Пережил этот сезон Заново Собственно Такая цель Передо мной В этой книге И стояла Я очень надеюсь Что через Какое-то количество лет Люди будут снимать Эту книгу С полки И Заново Переживать Этот самый сезон А музей Спартаковский Вот вы да Активно Призываете Я всем Болельщикам Красно-белых Настоятельно Рекомендую Если кто-то По недоразумению До сих пор Не добрался До музея Спартака На открытии Арени Сделайте это Обязательно Потому что Это фантастика Вы можете Залипнуть Там на На сутки На двое Там Вас может потерять Семья Но это Потому что Там столько всего Там и Исторические Какие-то Артефакты Уникальные Совершенно И с другой стороны Супер технологично Все И здорово Огромное количество Разного интерактива Видео И так далее Вы просто Погрузите Просто погрузите В эту атмосферу И будете Потрясены Вы будете Выходить оттуда С квадратными Глазами И я Поэтому и начал Эту книгу С открытия музея Потому что Я считаю Что открытие музея Запустило Процесс Чемпионства Мы хотим Напомнить Что Игорь Робинер Еще и автор Книги Как возрождали Спартак Мы о ней Собственно Сейчас и говорим И у нас в гостях Обозреватель Спорт-экстресс Игорь Робинер Ну Про Спартак Так в этом выходе Нам про старт Спартака В этом сезоне Поговорить не удалось Обязательно поговорим Об этом в следующем выходе Так что не переключайтесь Пожалуйста Если у вас есть вопросы Задавайте их В группе Страна FM ВКонтакте А также Ватсап Вайбер 909-9281-89-9 Пишите СМС Ватсап Вайбер Ждем ваших вопросов Ну вот Сергей Мазаев Выбирает каких-то женщин Непонятных Неясных Еще из 80-х А мы выбираем Спорт Мы выбираем спорт Вместе с нами Это делает Игорь Робинер Сегодняшним утром Обозреватель Издательского дома Спортэкспресс Говорим о Спартаке Давайте уже продвинемся Игорь В нынешний сезон В его старт Как Спартак Почему так забуксовал Вот об этом Давайте поговорим На обложке книги Как возрождали Спартак Дона цитата Карреры Он написал Прежде чем стать командой Мы стали семьей Это действительно Была ключевая вещь В прошлогоднем чемпионстве Потому что тогда Вокруг Вот это его цель И объединились Действительно все В клубе Все шли в одном И том же направлении Была фантастическая Спайка Между тренерским Штабом И футболистами Помогал клуб Как мог В зимнее Трансферное окно Приобрел тех Кого просил Каррера Сейчас к сожалению К сожалению Этой семьи Нет Потому что после Обретения Этого В общем-то Долгожданного Золота В общем-то Какая-то Разновекторность Пошла Несколько Отдалились Главный тренер От футболистов Клуб Тоже там Далеко И появились Некоторые Различные Течения И в трансферном Плане В том числе То есть Где-то Вот Испытание Может быть Ну не Может быть Испытание Медными трубами Это штаб Но в данном Конкретном Случае В чем Это выражается Я думаю Что Клуб Не был готов В определенной Степени К этому титулу Потому что Вот возьмем К примеру Тот факт Что Пришли Два новых Итальянских Тренера В штаб Которые Вытеснили На второй план Романа Пилипчука И тренера По физподготовке Хавьера Сальса Соною Соответственно Подготовка Проходила к сезону По совершенно Другому плану Нежели К прошлому сезону И к зимнему К весенней части Чемпионата Чемпионского Именно золотого Чемпионата И В итоге Даже Квинси Промес По моей информации В открытую Жаловался Что Он не свеж Что у него Не бегут ноги То же самое Мы видим По Фернанду То есть Одно дело Когда Глушаков Самедов И Камбаров Три Российских футболиста Которым за 30 И которые играли На Кубке конфедерации И фактически Не имели отпуска Выглядит Не свежо Это Объяснимо Это нормально Но когда Промес И Фернандо Так смотрится Это уже Вызывает вопросы И в том числе Это в общем-то Правильно Ведь говорят Что не надо Чинить то Что работает А здесь Получилось так Что пришли Вот эти вот Новые тренеры Вытеснили На второй план Помощников Прошлогоднего Спартака Хоть Те и продолжают Работать Плюс Несколько фигур Было из клуба Удалено В том числе Доктор Начальник команды И так далее То есть Где-то Я пытаюсь себе Представить Например Как бы Условно Леонид Слуцкий Выиграв первый раз Чемпионство Пришел К Евгению Гиннеру И сказал бы ему Евгений Ленорович Ну вот Надо бы Начальника команды Поменять Физиотерапевта Врача И всех одновременно И двух Двух моих Старых помощников Из Волгоградской Олимпии Образца Начала двухтычных Пригласить Чтобы ответил На это Гиннер Но просто Там вот действительно То есть Там люди Там существует Эта вертикаль Управленческая Четкая Совершенно структурная Здесь же Получилось так Что в общем-то Может быть В состоянии Клуб Будучи в состоянии Эйфории После золота Да Разрешил Массимо Делать какие-то вещи Которые В общем-то Делать было Совершенно необязательно Я думаю Что сейчас В связи с Началом Лиги чемпионов В связи с Плохими результатами Где-то уже И главный тренер Опустится с небес На землю И я надеюсь Что все-таки Эта ситуация В том числе И в плане атмосферы Внутри команды Между игроками Все в порядке Это очень важно Тоже Оно было и остается Все в порядке А вот именно То охлаждение Которое было Между Каррерой И футболистами Я надеюсь И есть определенные Предпосылки Так думать Что Оно пройдет Да что оно пройдет И действительно Как бы что В общем-то Для всех Это стало Холодным душем И ситуация Будет Нормализоваться Хочется по крайней мере Мы скоро Вернемся У нас в гостях Обозреватель Спортэкспресс Игорь Рабинер Стране о спорте Лайф Друзья мы продолжаем Телерадиоканал Страна ФМ 10.30 На наших эфирных В гостях у нас сегодня Обозреватель Спортэкспресс Игорь Рабинер Продолжаем Наш разговор о спорте Задавайте и вы Свои вопросы Номер 909-9281-89-9 Ватсап Вайбер И группа ВКонтакте Отдельный пост В комментариях Тоже пишите Что вам интересно С удовольствием Зададим эти вопросы В прямом эфире Да Ну и Мы про Спартак Поговорили Про старт сезона Поговорили Ну и естественно Трансферное окно Не можем не обсудить Которое вот закрылось Которое наконец-то закрылось Да Вот так вот Потому что Разговоры о трансферах Просто перебили Все разговоры На любые другие Футбольные темы Мне кажется Это мыльная опера От спорта Это да Но вопрос-то в том Что Любое Достижение Настоящее Любое чемпионство Это сумма Такого количества Разных факторов Помимо трансфера Потому что Если исходить Исключительно Из денег Из покупок И так далее То Леонид Слуцкий С ЦСКА никак Не мог выиграть Три золота Из четырех В период С 13 по 16 годы Потому что В это время Зенит покупал Халка и Вицеля Анжи покупал Этуо Виллиана И других футболистов В общем-то А ЦСКА не тратил Практически ничего Тем не менее Вдруг оказывалось Что в общем-то Не одними Суперзвездами И покупками Жив футбол И что для побед Нужно и кое-что Другое Ну в это Трансферное окно Конечно же Был Зенит И все остальные Потому что Зенит потратил Вдвое больше денег На покупку Футболистов Нежели Все остальные Клубы Российской футбольной Премьер-лиги Вместе взяты Другое дело Что даже Когда деньги есть Их надо потратить С умом И Значит Сине-бело-голубым Это удалось Мне кажется Тут сплелись Два очень важных Фактора Это во-первых Аргентинские связи Роберто Манчини У которого Аргентинцы Всегда играли Очень важные роли В всех его командах И Идеальное знание Российского Трансферного рынка Константином Сарсанин Спортивным директором Зенита И мы получили В результате Вот я Это символизирую В этой вот Так сказать Связке Паредос Плюс Кузяя Центр Центр поля Прекрасный Плеймейкер Из Аргентины Который Уже в Европе Себя здорово проявил И сейчас ведет Всю игру команды И Россиянин Которого В общем-то Мало кто знал До его появления В Зените Он играл В Тереке Тогда еще Аня Ахмати И Вдруг Он в каждом матче Забивает Отдает Я поспециально Внимательно на него смотрел Прекрасно работает С мячом на скорости Что для российских футболистов Не очень характерно Мне кажется Что это Этакая копия Прошлогоднего Сценария Ну понятно Что в других масштабах Все-таки Аргентинцев Аж 5 куплено А год назад Спартак Приобрел Двух тоже футболистов Центр поля Которые В общем-то По тому же сценарию Прошли Это Фернандо И Роман Зобнин Тоже Так же Зобнина Недооценивали Как сейчас Недооценивали Кузяева И так же Он раскрылся И показал себя Универсалом Человеком незаменимым И кстати говоря Травма Тяжелая Зобнина Разрыв Крестообразных Связок Коленов Крестообразных Связок Коленов В общем-то Стало одной Из важных Очень причин Кризиса Спартака В начале Нового сезона Спартак Которого все Ожидали Тоже Трансферной Большой активности Перед Лигой Чемпионов В общем-то Подкачал И Очень мутная Ситуация Кто действительно Управляет Трансферами В Спартаке Потому что Когда В Середине Августа Массимо Кареро Говорит Что Предпочел бы Гарая Луану То есть Явный акцент Делается на Покупку Защитников Потом Сергей Родионов Генеральный Директор Спартака Говорит Что Трансферы Находятся Целиком В руках Кареро А заканчивается Все тем Что Защитник Вообще Не покупается А приобретается Игрок Группы Атаки Педро Роша Возникает Опрос Что Все-таки Действительно Рулить Трансферами В Спартаке Потому что В общем-то Все вот эти Последовательные события Вот этот алгоритм В нем Его составные части Друг с другом Вообще никак не монтируются И В общем-то Опять же Это говорит о том Что внутри Спартака Существуют Некие разновекторные течения Которые Мешают Единой Слаженной работе Игорь скажите Вы знаете Такого исполнителя Как Товарищ Клявер Денис Клявер А да Вот Мы давайте сейчас Его прям Песню послушаем И вернемся К разговору о спорте Ну а мы Сегодня Этим утром Вдвоем А втроем Лиза Калинина Никита Некрасова Здесь как обычно И у нас в гостях Игорь Робинер Обозреватель Спортэкспресса Разговаривали мы Про Спартак Про Как возрождали Спартак Собственно Книга написана Игорем Про трансфер на окно Поговорили Ну а теперь давайте Перейдем к товарищескому матчу Вот Что это такое Я вообще не в курсе Вот Поэтому Игорь Рассказывайте пожалуйста Я считаю что Матч был очень Матч был очень полезный Потому что Ни при каких других Обстоятельствах Условиях Невозможно было бы Собрать именно Ближайший резерв сборной И сделать все так Чтобы дебютировали В стартовом составе Из 11 человек 7 Вообще ни разу Еще не выступали За сборную России Это было очень полезно Чтобы Черчесов На протяжении Достаточно большого сбора Взглянул На всех этих игроков Попробовал И да Конечно понятно Что соперник Московская Динамо Плюс еще не в лучшем составе Потому что Панченко в сборной Потому что Шунич и Бечераев В своих Балканских сборных Ташаев Был Небольшая болезнь У него была Соответственно Я бы сказал Россия 2 Динамо 1,5 Понятно Да Тем не менее Это было очень полезно Потому что Это здорово Расширило обойму сборной Мы посмотрели На группу футболистов Которые Обязательно Вольются В число кандидатов В национальную команду 100% Я могу Говорить о том Что Может быть Даже основными Скорее всего Основными Футболистами сборной Станут 2 Фланговых игрока Это Константин Рауш Слева И Марио Фернандес Справа 2 Можно сказать Полу-легионер Один Немец С российским паспортом Другой Бразилец Тоже с российским Теперь паспортом Рауш Говорит по-русски С акцентом Фернандес Вообще по-русски Не говорит Прекрасно Тем не менее Это два мастера Больших Ну для России На российском уровне Естественно Которые очень помогут Сборной То есть если посмотреть Например выбор Футболистов На левый край К чемпионату мира То там у нас есть Юрий Жирков И это очень хорошо Что он немного Играет сейчас У Манчини в Зените Потому что Он очень Подвержен травмам Да Возраст Все Соответственно Если вот он будет В таком экономном режиме Там один матч Из трех-четырех Играет за Зенит То он свежим И бодрым Подойдет К чемпионату мира Рауш Рауш Теперь Ну просто так В основном составе С крепкого клуба Первой Бундеслиги Кельн Футболисты не играют Что Рауш В этом матче и доказал Огромная активность Голевая передача И вообще Очень полезные И умные действия Парень доказал Что сборную Его вызвали Совсем не зря И здорово Щенников прибавил Сейчас его в сборной Не было Но я думаю В октябре он появится Мы видели Как он здорово Он уже три гола В этом сезоне забил В том числе и в Дерби со Спартаком И в квалификации Лиги чемпионов Плюс есть еще Камбаров и Набиуллин То есть Приличная конкуренция появилась Справа У нас сейчас Есть Марио Фернандес Есть Александр Самедов И Игорь Смольников В центре поля К тем кто уже был Добавились Антон Миранчук И Далер Кузяев Соответственно Я вот насчитал Даже человек 9 Кандидатов на 3 позиции В центре Андрей Лунев Вратарь Зенита Да-да-да Мне очень понравилось Что он У него есть такая Спортивная наглость Хорошая Он же сказал Например фразу Такую достаточно дерзкую Для российских Футболистов У Бакенфеев Он сказал А почему Кто сказал Что с ним нельзя Конкурировать Он уже не так молод И вообще Как поется в песне Придут чисто любивые дублеры Это редко такое бывает Мы прервемся Скоро вернемся Друзья Мы продолжаем Телерадиоканал Страна ФМ Никита Некрасов Лиза Калинина И в гостях у нас сегодня Обозреватель Спортэкспресс Игорь Робинер И как вы поняли Говорим сегодня О спорте Преимущественно Конечно О футболе Конечно О спорте номер один О футболе Да Закончили на Луне Сделали паузу Очень важно Очень важно Что парень Дебютант Ну понятно Что Динамо Не составило ему Каких-то серьезных Не поставило перед ним Каких-то серьезных проблем Но вопрос в том Что с тем что было Он справился Очень спокойно Уверенно И можно сказать Глядя на то Как здорово он играет В Зените Стабильно И безошибочно Что у Игоря Акинфеева Появилась реальная Впервые Да Реальная За много лет Реальная Серьезная конкуренция И теперь я думаю Тем более Что после того Как Акинфеев Будучи безусловно Выдающимся вратарем Который побил В России все рекорды Но он провалил Два из трех Последних кругов Турнира Чемпионат мира В Бразилии И Кубок конфедерации Соответственно Незаменимым Он уже быть не может Этот статус небожителя Поэтому очень важно И я считаю Что обязательно будет то Что когда с одним Из топ соперников Контрольных матчей Сборной России Встретится Черчесов обязательно Даст шанс Луневу Конечно И если этот шанс Лунев выдержит Дальше станет Еще интереснее Ну что Давайте с футболом Чуть-чуть Приостановимся У нас есть еще Несколько слов О хоккея Которые можно сказать Ну да Даниса Зарипова Хочется Услышать В комментарии Буквально у нас Полторы минуточки На это осталось Я думаю что Уже очевидно Что Данис Зарипов Заключит Соглашение С одним из клубов Национальной хоккейной лиги Пока еще непонятно С кем Может быть это будет Новая команда Вегас Может быть это Будет Питтбург Или Рейнджес О которых Говорят Последние дни Но собственно У него и другого выбора Нет Вада его дисквалифицировал Ну да Будет понятно Что заседание Спортивного арбитражного суда В Лозане И что может быть Ему или скостят Дисквалификацию А может быть И не скостят То есть в любом случае Ему надо выбирать Сейчас уже Потому что Уже очень скоро Стартуют тренировочные Лагеря В клубах Национальной хоккейной лиги И ждать заседание КАС Совершенно бессмысленно Надо решать Все здесь и сейчас Уже стихами заговорил КАС сейчас Отлично Я думаю что Некоторые певцы Которые Оказали на вас Влияние К сожалению Поэтому я считаю что Ну ясно что Контракт будет минимальным Потому что выбора нет Клубы будут этим пользоваться Соответственно Но Ни при каких других обстоятельствах Денис Зарипов Не уехал бы в НХЛ Ему 36 лет Он никогда там не играл При этом он Самый титулованный Хоккеист в истории Российского Именно сегмента Постсоветского хоккея Четыре кубка Гагарина у него И очень интересно Хотя и сомнительно Потому что Другой темп Другой хоккей Вообще Как он там освоится Но это очень интересно Потому что Действительно Хоккеист очень многое Сделает Давайте пожелаем Денису Зарипову Удачи большой Там За бугром у нас А мы с вами Прощаемся Вынуждены попрощаться Спасибо большое Время у нас закончилось Спасибо большое С нами У нас в гостях Был Игорь Рабинер Обозреватель Издательского дома Спорт Никита Некрасов Лиза Карина Пока До завтра Пока-пока До завтра Субтитры сделал DimaTorzok